Именно мое было пожелание, это чтобы у нас была жилая мансарда. Я всегда мечтал о мансардных окнах. Мансарда — это сплошной геморрой. Это какая-то такая маленькая пещера. В принципе, будет жилым, но нечасто посещаемым. Давайте перестанем ставить бильярдные столы. То есть это значительно экономит. Ну и, собственно, на этом пока геморрой заканчивается. Сейчас мы находимся на мансарде, третий этаж дома. В большинстве домов, которые мы проектируем, частая проблема бывает с различными перегородками, балками, то есть техническими элементами, которые возникают в пространстве. По проектировке их нельзя убрать. Нельзя в них делать пропилы, нельзя полностью их сносить, потому что, конечно же, они поддерживают крышу, и мы не можем без них обойтись. Иначе у нас может возникнуть опасная ситуация с кровлей. Конечно, мансардный этаж — это скосы. Для того, чтобы их избежать, нам необходимо в проектировке делать колонны поддержку кровли еще выше. Скосы будут, но они будут намного выше. Но при этом у нас будет удорожаться сама кровля, крыша, материал. И иногда она смотрится не очень эстетично с внешней части, потому что крыша будет некой никультяпистостью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тропильная система состоит также по обычной классической технологии. Выбрана 200 доска и шагом 60 сантиметров под утеплитель было все установлено. Стропильная система достаточно надежна, она сделана с огромным запасом, плюс сам угол крыши составляет всего лишь 37 градусов, он достаточно комфортен. Мы находимся на втором этаже, это детская спальня, у нас общая площадь дома, внутренних помещений составляет порядка 145 квадратных метров, здесь находятся у нас 4 спальни, комната достаточно большая, то есть при скромных размерах дома, комнаты получились достаточно комфортные, две комнаты у нас получилось по где-то 17 квадратных метров и две комнаты по 12 квадратных метров. Как видим, что бояться мансардных этажей не стоит, вот как говорится, я подхожу спокойно к стене, у меня рост порядка метра 80, я не упираюсь в потолок, при этом опорная стена всего лишь полтора метра, вот, то есть это как бы значительно экономит, то есть те, кто выбирает двухэтажные дома и боится мансардных этажей, то есть вот, собственно, простой пример, доказывающий о том, что можно сэкономить на строительстве второго этажа, сделав мансардной, с крыши, использовать скат крыши как одну из стен и при этом не терять комфортность пребывания в такой комнате. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этой мансарде мы не стали поднимать колонны выше, мы сделали красивый фасад, колонны остались стандартно, как в проектировке. За счет этого, конечно, здесь получилось огромное количество скосов, и обычно эти скосы все люди делают, ну, некими чердачными такими помещениями, кладовками, за счет чего сжирается около 40% площади всей мансарды. Все конструктивные элементы на этой мансарде мы превратили в плюсы, мы превратились в некие в ниши, в некие полки, мы покрасили их в такие цвета, чтобы они не выделялись, остановились неким единым целым. В этом помещении используются стандартные маленьких размеров различные стеллажи системы хранения, которые здесь под скосами не смотрятся странно. Вот в этих колоннах они очень функциональны. Первая функциональность в них заключается в том, что в них мы спрятали розетки. Второе, это, конечно, то, что в колоннах мы спрятали некоторые крюки. Первый крюк используется для детского гамака. Также в колонне есть крюк, который используется для страховки, когда мы вылазим на крышу. То есть мы просто завязываем веревку к этому крюку и совершенно спокойно можно передвигаться по нашей мягкой крюле. Также у нас есть балки, которые находились на полу, которые нельзя было полностью срезать, а можно было только частично пропилить входы. Эти балки мы стилизовали, то есть мы обшили их инженерной доской, и на данный момент это очень удобные сидушки. Где-то мы сделали подиумы, потому что там тоже были эти балки, мы просто обшили фанерой, как наша лаунж-зона, диванная зона, и зона в кухне, где стоят игрушки. В этом проекте мне очень хотелось огромного количества простора и свободного воздуха. И было принято решение прорезать некоторые балки, некоторые опоры для того, чтобы сделать это пространство более свободным, просторным, воздушным. Именно это позволило нам разделить мансарду на несколько отдельных помещений. Вообще считается, что мансарда – это такое сосредоточение всех людей. Часто люди туда ставят бильярд, мужчины особенно, как раньше у нас мечтали. Это считается место для неких посиделок, тусовок. Здесь у нас расположена святая святых, мужская, так скажем, половина, то ли сверховина. Здесь находятся те вещи, которыми занимается мой муж, когда меня нет на даче. В частности, он очень любит бильярд и очень любит запускать самолеты. Но чтобы они не ломались, мы их пока повесили, так, для красоты. На третьем этаже выбил зачем-то себе кабинет. Места тут, наверное, мало. У него есть подзорная труба. И очень хорошо смотреть на второй берег Оки, на левой, где расположены тоже дачные участки. С третьего этажа очень все хорошо видно. А это пространство не просто пространство. Это сейчас, в настоящий момент, является как бы балкончиком, с которого можно попросить кофе или чего-нибудь еще. Но совсем скоро, я надеюсь, этой осенью, супруг обещал здесь сделать лавочки или кресла, которые могут отдыхающие как бы посидеть, играя в бильярд, или пойти организоваться, посмотреть телевизор. Но телевизор мы вообще смотреть не любим. Мы предпочитаем смотреть какие-то свои любимые фильмы. И поэтому у нас есть вот такой вот маленький-маленький кинотеатр. Вся мансарда распланирована таким образом, что есть основная часть мансарды. Она занимает где-то 60 квадратных метров. В ней висит гамак, стоят диваны, находится зона кухни, а также санузел. Здесь можно совершенно спокойно стоять в полный рост. Здесь же мы сделали конкретно некую полочку. Внизу у нас стоит лего-город и железная дорога. На этой полочке можно сидеть, лежать или просто раскладывать какие-то игрушки. Но в основном, конечно, мы кидаем подушку, сидим и смотрим, как ребенок играет в поезда. Да, конечно, здесь будет проектор, но это будет чуть-чуть попозже. Идея в том, что как раз позади меня будет висеть проектор. Спереди меня на уровне моих глаз будет висеть огромное полотно. Оно будет 2,5 метра на 3 вниз. И куда будет смотреть наш проектор? Можно сидеть и смотреть кино, какие-то семейные съемки. Можно лежать там на зоне диванов. Можно взять бутылочку вина, лежать и спокойно, медленно, потягивая, смотреть какой-нибудь либо романтический фильм, либо действительно, как прошла наша свадьба 7 лет назад. Можно передвинуть всю нашу мебель, которая разбирается в различные пуфики, двигается. Можно придвинуться ближе, тоже это смотреть. Все зависит от того, какая у нас компания и что мы хотим посмотреть. Та лауч-зона переформировывается у нас в большой зрительный зал, куда может влезть от 10 человек и более. А также здесь есть мансардные окна, которые, кстати, закрываются блэкаутом в тот момент, когда мы смотрим проектор. Я всегда мечтал о мансардных окнах. И я таки сделал 2 мансардных окна на этой крыше. Ну, а без одного окна можно было обойтись. Это маленькая комната детская, маленькая детская. А второе окно или первое окно, без него никак обойтись нельзя. Это окно на лестничной клетке. Оно расположено вот здесь. Лестничная клетка расположена у этой стены, которая закрыта гаражом. То есть там простых окон в стенах никаких нет и быть не может. Но как-то надо естественное освещение для лестничной площадки, лестничной клетки. И там вот появилось это мансардное окно. Так вот, хотел сказать такую вещь. То есть мечта сбылась. Я, кстати, ставил эти мансардные окна, посмотрел там видео инструкции и осилил сам. То есть просто прочитал внимательно саму инструкцию, посмотрел видео инструктаж. Поставил, по-моему, один день я потратил на одно, второй день на второе окно. Все это, как мне кажется, я поставил очень хорошо, качественно, аккуратно. Наверное, не каждый хороший окончик так, но будет заморачиваться на такие какие-то мелочи, которые там обязательно в инструкции указываются. Мне говорили, что не связывайся ты с этими мансардными окнами, это сплошной геморрой. Вот, и я таки за пять лет жизни в этом доме с геморроем столкнулся, то есть в полной мере. Например, зимой надо их обязательно чистить, ну, щеткой там смахивать снег. Изнутри это тоже можно делать, но это, сами представляете, на лестничной клетке, где окно там в пяти метрах висит над головой. Ну, или даже в спальне в детской, да, где надо окно открыть и вывалить весь снег в какую-то ванну или на какую-то там пленку, да, и потом куда-то утащить. В общем, конечно, это лучше всего приходится чистить наружу, с улицы. Но это вроде бы тоже не так сложно. Взять вот, лестница, кстати, стоит, вот самое низкое место на крыше. Стоит лесенка, поставил, почистил саму лестницу после снегопада, по которой ты, ну, у меня там лежит доска со ступеньками. Это уже, ну, просто что вы, по черепичной крыше просто так не поднимешься. Она пока сухая или даже там мокрая. Летом по ней еще можно ходить, но зимой-то, естественно, зацепа такого нет. Поэтому лежит специальная доска со ступеньками. Надо по этой доске подняться до мансардных окон. Берешь большую такую швабру, сметаешь этот снег. Если этого не делать, я пробовал и так и сяк, то он будет лежать и накапливаться на этом окне. У меня это северная сторона. На солнце она не подтаивает. Там солнце практически бывает утром где-то, наверное, по часу. И все. И ветра у нас, как это называется, преобладающие ветра западные. То есть они дуют с другой стороны. И наоборот, получается, на этой северной стороне, на подветренной, снег постоянно накапливается. Он и не сдувается, и не тает. И происходит что? Мансардные окна, какие бы они... А, кстати говоря, окна я не поскупился. Взял какие-то там топовые или предтоповые окна. Многослойные, с каким-то газом. То есть они реально теплые. Но все равно, какие бы они теплые ни были, все вот это обрамление... Вот представляете, утепление крыши у меня 250. Базальтовые ваты лежит. То есть, ну, такой хороший запас по теплу. А тут все равно 100-120 мм рама оконная утеплена овечьей шерстью. Ну, какими-то такими валиками, да. И сам стеклопакет. Вот сам стеклопакет, он может быть очень теплым. А вот рама и вот эта вся фигня, ну, это все равно, как вы не утепляйте этой овечьей шерстью, она будет, ну, не промерзать, но будет холодной, заметно. И это тепло, оно все равно наверх прорывается. Суть в том, что под этой снежной шапкой накапливается, все равно выделяется тепло, которое подтаивает, получается такой парниковый эффект. И тепло, поднимающееся, упирающееся в снег, капельками сходит на нет, и под окнами образуется такой айсберг ледовой, который все равно все там пучит, корчит, ломает все это под окном и под черепицей этой. В общем, ничего хорошего там нет. Поэтому лучше сметать. Ну и, собственно, на этом пока геморрой заканчивается. Стопильная система у нас деревянная, из брусов различного сечения, от 200 на 200 до 50 на 150. Первоначально в проекте она была с деревянными перекрытиями, но мы поставили здесь плитоперекрытие. И поэтому нам пришлось немного изменить конструкцию, поставить достаточно мощный мауэрлат. И этот мауэрлат мы привязали жестко к верхнему армировочному поясу. И на него, собственно, потом легла вся тяжесть крыши. Плюс дополнительно мы поставили 4 столба, которые опираются на несущие стены. И, собственно, вот эта вся конструкция позволила нам минимизировать количество усилителей, которые по основному проекту шли на нашу крышу и сделать там пространство, которое возможно для проживания. все маленькие пространства. Там действительно очень большой скос. В этом пространстве у нас есть детский кабинет, где можно заниматься творчеством, лепить, красить. Ребенку безумно нравится, потому что это какая-то такая маленькая пещера, куда он может забраться и творить там какие-то свои художественные дела. Там он совершенно спокойно помещается в полный рост. Конечно, это до какого-то определенного возраста. Ну, я думаю, что лет до 10 точно этого кабинетика ему хватит. Ну, как только он вырастет, конечно, это может стать некой какой-нибудь гардеробной, где будут какие-то вешалки или стеллажи. Это зона тоже и складирования игрушек. Здесь есть кладовка, которая используется как хранение различного постельного белья и постельных принадлежностей, а также одежда, которая стала уже мала. Там это все складируется аккуратно стопочками по стеллажам. И при этом есть зона действительно большого дивана, где можно класть гостей. 8 человек можно положить в этой зоне спать, и всем будет просторно. Мы, в принципе, сразу приняли решение, что дом наш не будет двухэтажным, трехэтажным, так сказать, небоскребом. Мы приняли решение, что будет спокойный, одноэтажный домик, простой, не бросающийся в глаза. И именно мое было пожелание, это чтобы у нас была жилая мансарда. Мы воспользовались помощью строителей, с помощью их совета, мы смогли немного увеличить наш мансардный этаж. Вот у нас по проекту сам мансардный этаж, само жилое помещение, оно было в районе 35 квадратов, а сейчас оно в районе 60 квадратов. То есть, в принципе, в два раза, и нам это понравилось. Мансардный этаж, он, в принципе, будет жилым, но не часто посещаемым. Мансарда – это очень уютное, теплое, мягкое пространство с прекрасными мансардными окнами, с небом над головой, которого не нужно избегать. Любое сложное пространство можно сформировать под вас. Можно на мансарде сделать и мини-кухню, и санузел, и игровые зоны, и зоны для вашего релакса. Также мансарду можно приспособить для занятий йогой, повесить аэрогамак. Когда мы включаем фантазию, в наше помещение наша мансарда начинает действительно играть. Давайте перестанем ставить бильярдные столы, давайте начнем делать мансарду жилой. Это же так прекрасно. Дом сам по себе, он сделан только для нас. Вообще дома проектировать надо только под себя. Тогда он будет индивидуальный. Если мы берем какие-то стандартные коробки, это не под себя. Любое рабочее место должно быть сделано только под себя. Как и дом. Он спроектирован под себя. Под наш характер. Субтитры создавал DimaTorzok по поводу проекта, потому что у моих родителей есть уже построенный дом, реализованный, в котором они живут уже 8 лет. Мы просто взяли их проект, потому что он очень удобный, очень красивый. Мы кое-что видоизменили в родительском проекте. Родители очень недовольны, что у них нет полноценного мансардного этажа из-за деревянных перекрытий. И это, в общем, шумно, и трудно там обслуживать. Это очень важный момент. Если вам, ваши строители, говорят, что перекрытие можно сделать деревянным, обратите внимание на то, что если мы делаем деревянное перекрытие на мансарде, то на втором этаже будет слышен каждый шаг, который люди делают на этой мансарде. И, конечно, если вы хотите мансарду сделать жилой, сделать ее некой неформальной гостиной, как вот у нас, то делайте перекрытие бетонным. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаос. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok